всем добрый вечер спасибо что пришли сегодня меня зовут андрей шепель я художник закончил санкт-петербургскую художественно-промышленную академию сейчас учусь на втором курсе в институте база ну и здесь вот читаю небольшой такой свой курс который как бы задумывался вне связи с каким бит нас какими-то либо продуктами а скорее как исследование образа и визуальности в в разных культурах и на протяжении веков но просто здесь в библиотеке некрасова это я как бы пытаюсь анализировать через определенные такие продукты питания взятые вот как бы пары и сегодня у нас рыба и мясо будет начнем мы наверное издалека самых древних изображений животных которые служили людям ну как бы являлись первыми такими образцами искусства дошедшими до нас и служили как бы возможно ритуальной цели возможно в какой-то мере и эстетической и до нас вот сейчас на сегодняшний день дошло пять мест где сохранились и где были обнаружены такие плоскостные изображения животных в пещерах и и самое последнее наверное из них это вот пещера шовы во франции которая была обнаружена в девяносто четвертом году вот как раз из нее и первое изображение вот это вот и и вот данное изображение какие отличительные особенности я бы выделил именно для рисунков в этой пещере то что наиболее такая яркая особенность то что изображение некоторых животных наслаиваются друг на друга вот в частности на этом слайде хорошо видно и это такой эффект он считается что создавал некое такое подобие анимации в темной пещере при свете факела интересно что наносились эти изображения не просто как бы рисовались углем или охрой просто контуром а изначально они выцарапывались контур а потом уже по этому выцарапанному контуру проводилась чем-то красящим веществом в первую очередь черный это уголь и использовалась также желтая и красная охра интересно еще на этом слайде что видны вот такие как бы царапины на 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 этих камнях в пещере и это царапины как считается оставленные животными вот как бы первые художники были животные возможно а потом уже по такому же сходному механизму процарапывая сначала контур действовали такие первобытные художники это пещера ласка многим известная широко известная пещера тоже во франции здесь уже практически нет таких наслоений и более широкая такая и толстая линия для контура это пещера альтамира в ней вот характерные особенности то что изображение полностью раскрашенные вот как здесь например такой вот цветной бык как мы здесь видим на всех этих представленных слайдах достаточно реалистическое изображение то есть нету какой-то какого-то какой-то какой-то стилизации или символизации то есть полное как бы стремлений отобразить похожесть животного причем ну как бы некоторые например вот эти просто поразительно и многие когда обнаруживали эти пещеры не верили что это на самом деле все принадлежат изображение эпохи палеолита а думали что это мистификация но тем не менее в этих пяти пещерах это точно искусство палеолитическое так и вот здесь немного не связанная с нашей темой про рыбу и мясо есть такая известная статуэтка венера из виллендорфа я думаю многие про нее слышали почему ее добавил что я хотел проанализировать здесь в первую очередь то что меня заинтересовало когда я наблюдал вот эти плоскостные изображения здесь как я уже сказал такой реализм подражание природе и животным но здесь же ну в частности в первую очередь голова этой статуэтки она как бы абсолютно символизирована то есть нету никаких черт лица и никакого человеческого подобия несмотря на то что фигура как бы изображена достаточно умела и реалистично как я вот для себя это могу объяснить ну явно тут не подходят такие объяснения что как бы просто древние художники не могли изображать как бы человеческое лицо потому что даже здесь в этой голове очень такая скрупулезная и тщательная работа вот такие вот зазубринки изготовлять и для меня здесь важно то что эта статуэтка была как бы символом праматери великой праматери то есть играла существенное ритуальное значение и какое бы то ни было подобие или похожесть на человека на женщину там которая живет с тобой в одном племени она конечно было бы чрезвычайно кощунственной и поэтому как раз для таких целей я думаю и черты лица полностью убирались и оставался только такой образ что человек понимал что это голова но голова не реальной женщины ну и в частности подобное же существует и сейчас в религии потому что если мы даже посмотрим на современные иконы православные например то скорее там человеческий образ христа или богоматери он дан именно так в таком каноне что сложно как бы ну сказать что кто-то на него похож из человека там не знаю твой сосед или друг вряд ли кто-то так скажет потому что скажем не человеческое тут более ну важнее нежели как бы реалистическая схожесть и в частности ну тут вот такое небольшое отступление именно поэтому ну со времен возрождения и здесь мы видим картины барокко караваджо такое такое негодование это вызывал вызывал такой момент один момент у священнослужителей у пап у кардиналов они могли простить художнику все загулы пьянство прелюбодеяние и даже убийство потому что караваджо совершил убийство но что они не могли простить это то когда святые образы рисуются с простых людей то есть соответственно имеется реальный прототип и имеется вот такая вот очень сильная похожесть на твоего там ну знакомого или кто-то кто живет рядом с тобой ну в частности вот слева картина снятие с креста и она была очень жестко принято церковью и караваджо был вынужден бежать из-за того что ну конечно он все свои картины это был его метод он рисовал с реальных людей которых он просто видел на улице приглашал к себе в мастерскую но и вот эти ноги которые такие грязные и мозолистые трудовые ноги обычного такого простолюдина итальянского они конечно вызвали шок в среде католического духовенства и поэтому ну как бы эта картина была очень жестко принята в свое время а справа караваджо вообще написал это успение девы марии и он написал собственно деву марию с реальной утопленницы мы здесь видим слегка такое одну 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 талаватая тело которая и свидетельствует о том что на самом деле она утонула а он просто использовал ну как труп как модель для своей картины так теперь вопрос к залу как вы думаете откуда вот эта статуэтка под воронежем существует такое село костенки это уникальное место потому что там на самом деле нашли не одну такую статуэтку а 10 вот и не только статуэтки там несколько десятков стоянок древних людей ну и кости мамонта и чего там только нет и вот меня всегда ну для меня это очень поразительно то что как бы это не так широко известно даже в россии причем можно сказать что это например там недавно только нашли или это возможно какая-то фальсификация с целью того что ну с любой целью но это не так на самом деле первые находки там были сделаны в девятнадцатом веке в 1879 году вот а тут мы можем наблюдать как он сегодня выглядит вот такой вот простенькое здание достаточно это музей в костенках и да и на протяжении двадцатого века там велись многочисленные работы и находили кости мамонта различные артефакты стоянок и палеолитических венер вот это собственно в музее сам мамонт и он вроде бы не такой большой на самом деле он говорят подросток но тем не менее вот человек наверное ему вот где-то вот вот так так давайте еще поиграем как вы думаете откуда вот эта рыбка да это египет хотя сразу так и не скажешь на самом деле это вот стеклянная бутыль форме рыбы 16 13 века до нашей эры на самом деле выглядит очень современно вот как по мне то есть можно такое представить какое-нибудь современное произведение керамики которая в дом в доме стоит у кого-нибудь да и древний египет что касается древнего египта мало кому приходит в голову что-то связанное с рыбами то есть в основном приходит в голову если о животных говорить там кошка собака орел бык но тем не менее во многих городах древнего египта культ именно богини рыбы и культ рыб он ну как бы был самым сильным прежде всего это в городе мендес который располагается в дельте реки нил ну что объяснимо но и в целом для всего египта рыбы ну и соответственно река нил она безусловно играла огромную роль и в древнем египте была такая богиня хат мехит то есть богиня рыба или как это переводится первая среди рыб и вот мы можем ее наблюдать так она по канону изображалась то есть на голове у нее была такая рыбка ну и вот реальная рыбка которую нашли да здесь такой барельеф и тоже мы можем наблюдать хат мехит с рыбкой и и что интересно ну вообще древняя египетская мифология она достаточно запутана но именно эту богиню скорее всего не не везде а только в определенных городах но ее как бы отождествия отождествляли с эзидой то есть как бы с главной богиней женой осилиса и ну полигень по мифу осилиса убил его брат и потом вот как бы спустил в саркофаге останки осилиса по нилу который потом ну там уже как бы не важно но суть в том что сама вода играла в этой истории очень большую роль и возможно это тоже способствовало тому что происходит такое некоторое слияние двух богинь в одну и то что присуще было езиде воспринимается ну как бы транспай транс переносится на хат мехит вот и ну соответственно она была жена осилиса главного бога вот осилис который был богом загробного мира и богом возрождения ну что ж вот еще один такой слайд как вы думаете почему я его вообще включил то есть тут есть собачка есть вот такой вот скажем так лев кровать вот какое же это имеет отношение к нашей теме я просто анализирую часто именно все визуально и для меня сразу на этой картинке бросается в глаза силуэт вот вот этот и если вы думаете что это может быть художник так случайно получилось и это он не имел ввиду то ну на самом деле даже что касается современного искусства это очень плохой художник если как бы это то что случайно получилось он не использует своих целях и не как бы переворачивает так что как будто так и надо но что касается такого искусства как древнеегипетское искусство с жесточайшим каноном где все прописано и существует кодекс как нужно изображать как нужно изображать человека как нужно изображать погребение ну я в частности на прошлой лекции этого немного касался то таких случайностей быть просто не может и ну вот например тут тоже мы можем похожее наблюдать это конечно моё лично субъективное мнение но я даже в головных уборах древнеегипетских наблюдаю некие такие формы стилизованные но которые немного напоминают рыбу и ну во первых почему такое смелое заявление потому что вода очень важна была для такого для религии египта именно как такой некий переход в другой загробный мир и поэтому возможно и рыбы как бы и форма такая они тоже были не случайными совершенно а такой символическим знаком служили условно говоря как бы такого перехода да ну тут тоже такое небольшое отступление я про это уже говорил на прошлой лекции это древнегреческая гробница я прежде всего обращал внимание на вот этот вот потолок на котором мы видим пловца или ныряльщика который ныряет воду ну такое изображение можно встретить там на не знаю в каком советском доме спорта но это гробница это место погребения и соответственно тут важно символическое значение воды как некого такого перехода это древняя греция и я даже на прошлой лекции упоминал про такого современного художника как бил виола но вот такой кадр из его видео одного на самом деле у него практически не знаю там 50 процентов его видео видео которое он делает оно так или иначе связано с водой как тоже таким неким переходом в иной мир и тут ну если это видео тоже есть на ютубе можно его посмотреть тут человек прыгает в воду и постепенно растворяется в этой природе время замирает и тоже как бы осуществляется такой некий переход так греция ну здесь визуального материала конечно не не так много по нашей теме но можно немножко рассказать про артемиду богиню охоты и про посейдона бога морей я как бы рандомно здесь выбрал такие два изображения что интересного в артемиде визуально то что несмотря на то что она богиня охоты и можно было предположить что там но она должна как-то олицетворять победу над животными и за ее спиной должно было быть куча таких каких-то убитых ей зверей на самом деле она так не изображалась она изображалась практически всегда с луком и стрелами либо там стреляющий либо вообще вот так как бы очень дружелюбно держа вот такого маленького олененка который тоже как будто рад просто с ней погулять и здесь такая охота она скорее символизировала некое одомашнивание то есть не убийство животного а приручение ну что касается посейдона то конечно он всегда изображается с трезубцем просто я выбрал такое изображение такую статую с двумя такими большими рыбами ну понятно что это статуи явно не греческие а скорее всего римские а возможно копии 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 римских ну вот что до нас дошло теперь поговорим о христианстве здесь конечно в первую очередь самым важным таким основополагающим символом является рыба по-гречески их тис и почему так произошло потому что их тис является аббревиатурой иисус христос сын бога и что уже как бы возводила рыбу в некий особый статус и изображение и то что конечно приход христианства иисуса христа символизировал ну и олицетворял приход эры рыб здесь вот представлена мозаика пятого века так вот тут даже пораньше мраморная стела начала третьего века где тоже достаточно с таким правдоподобием и реалистичностью изображены две рыбы вот это интересно здесь представлена фреска из древнейших катакомб рима и по сути дела вот это самое древнее изображение рыбы в контексте христианства здесь мы видим рыбу которая как бы перевозит такую корзинку с хлебами и вином что как бы тоже олицетворяет иисуса христа это уже более позднее изображение здесь интересно то что сюжет тайной вечери но изображены ну в стаканах например вино но не хлеб а рыба которая изображается в таком достаточно вытянутом граале я несколько раз встречал такое изображение именно тайной вечери оно больше характерно для восточно христианской традиции но и то очень редко его можно встретить потому что для западной традиции изображение тайной вечери почти всегда это хлеб и вино ну возможно что то еще будет добавляться потом но ранее христианское именно такое изображение по канону здесь же символизация рыбы как иисуса христа в граале и его жертвы так ну тоже христианская но ветхозаветная история миф об ионе вкратце напомню миф об ионе иону как бы ему было такое божественное видение или голоса от бога что он должен поехать в определенный город жители которого ведут себя нечестиво и как бы поставить их на более благонравный путь жизни он испугался этого и хотел как бы избежать этой судьбы своей убежать от нее такой христианский эдип и он забрался на корабль который идет совершенно не в тот город а в обратном направлении но этот корабль потерпел крушение или скажем нет не потерпел попал в шторм и иона понял что это из-за него и сказал матросам чтобы они его скинули за борт потому что вот такая беда от него потому что он ослушался господа они так и сделали и его съел вот такой вот кит большая рыба тут на этом изображении вообще такое чудище как будто дракон ну история заканчивается хорошо он попал в этот город его все послушали и всех полный хэппиент да но это из рукописи вот кстати изображение не очень хорошо сохранилась но абсолютно уникальное вот это тоже интересное изображение мифа об ионе из ирана 14 века на востоке и в иране очень сильно было такое христианское движение даже самого начала с апостольских времен то есть с первых веков христианства там уже возникали некоторые такие общины это вот лист из сборника летописи 14 века уже цветной это миниатюра 15 века европейская и тут тоже миф об ионе и вот такие очень страшные не похожие совершенно на рыб морды ну это такое классическое средневековое изображение на самом деле очень много визуального материала именно про эту историю во многом потому что как бы художника ничего не сковывало и было где разгуляться его воображению и в том числе в изображении большой вот этой невероятной рыбы так мы теперь переходим к мясу тут вот такая интересная средневековая тоже картиночка такой аппетитный шашлык они жарят и вот мне еще понравилась огромная такая длинная ложка некоторые любят длинные столы а вот некоторые средневековье пользовались длинной ложкой да и вот вот это вообще невероятное изображение сейчас чуть чуть попозже про него расскажу и пару слов про христианство и мясо потому что для меня здесь есть некоторые противоречия в том что ну одна из заповедей христианство не убить как бы поедание мясо это своего рода убийство либо этому поеданию предшествует убийство и как это объясняется в библии сначала как бы с ветхого завета было предписано людям есть только там плоды растения семена то есть не живое потом когда случился великий потоп то уже господь сделал такой поблажку как будто на время потому что ничего не было но вот оказалось что и не на время но я думаю что я на первой лекции рассказывал про то какие ожесточенные споры велись в средние века на протяжении практически всех средних веков по поводу возможности изображения человека и святых образов я думаю что здесь споровились тоже ожесточенные и не одну сотню лет на эту тему нужно ли можно ли потреблять мясо или нельзя и в конце видимо согласились на таком компромиссе который мы и сейчас можем наблюдать в виде постов когда когда-то можно есть мясо когда-то нельзя вот это уникальное изображение вот нигде ничего подобного не встречал как будто взгляд сверху на такой гриль вообще на котором жарится рыбка то есть сам ракурс удивительный мне чем-то это напомнило какие-то даже композиционно некие авангардистские приемы в композиции это роспись здесь ее только часть монастыря в метеоре 16 века и монастырь тоже абсолютно невероятный есть такой фильм не так давно вышел метеора такой любовный хороший приятный фильм а вот это сам монастырь вот так он выглядит то есть он абсолютно изолирован от окружающего мира и находится на такой скале подходит к возрождению и что для меня интересно было что в возрождении несмотря на то что это были достаточно кровавые времена очень мало каких-то натуралистических изображений плотских удовольствий там мясо крови но даже и рыбы ничего подобного не найти и вот в этом тоже для меня некая компенсация когда очень суровые и жесточайшие времена когда постоянно кто-то кого-то убивает и по улицам течет кровь но тем не менее визуально это компенсируется каким-то более ну скажем так одухотворенным искусством вот это фреска фра филиппа липи тоже моего одного из любимых художников эпохи возрождения это был учитель баттичели и была ну это был абсолютно неординарный человек своей эпохи который который похищали пираты который украл свою любимую из монастыря сам бежал из монастыря но в конце в этой вот истории хороший конец ему все прощали опять же к тому вопросу что очень многое могли художнику простить в те времена кроме некоторых таких вещей которые вот прям нарушали что-то в догматах ну все я думаю знают питера брейгеля старшего и это его картина битва масленицы и поста конечно не надо рассматривать крупно и каждый каждую деталь но вот у меня есть две детали такие которые тоже подходят под мою лекцию идеально это собственно пост у которого такая рапира на которой две две рыбки такие дохленькие вот а вот собственно нас мясо и поросенок здесь скорее в такой слегка символизированной манере показан последний день карнавала перед постом когда собственно был такое массовое веселье и последний день когда можно было себе многое позволить так переходим к барокко вот о том что я говорил здесь изображена тайная вечеря это картина тинторетта венецианского художника и смотрите тут хлеб вино и уже добавляются некоторые блюда явно тут что-то уже мясное есть потому что это уже барокко и барокко там себе действительно как бы такая переизбыточность была во всем и в визуальности и в плотских удовольствиях вот эта картина тоже тайная вечеря это же тинторетта почему ее выбрал просто для того чтобы показать и скорее ну показать насколько барокко отличается от предыдущей визуальной культуры потому что тут но настолько все переизбыточно и как бы такой сверх сверх эмоциональный эффект начнем даже с композиции где вот этот стол он изображен не прямо как обычно почти всегда изображали на сценах тайной вечери ну в частности у леонардо он изображен вот в такой вот невероятной перспективе свет тоже особое впечатление производил да думаю и сейчас производит в оригинале и такое вот все как будто двигаются все находятся в движении и в неспокойном положении ну и наверное один из главных сегодня художников для моей темы это франц снейдерс фламандский художник ученик рубенса один из который работал у него мастерской и помогал ему и потом как бы стал самостоятельным художником прежде всего снейдерс вошел в искусство своими изображениями разных лавок то есть здесь мы видим рыбный рынок рыбную лавку и тоже смотрите сколько всего даже морской котик есть на первой лекции я в контексте рубенса спрашивал у зала почему рубенс изображала вот таких вот полных людей и с моей точки зрения это была некая компенсация то есть показать богатство фландрии потому что фландрия которая ограничила с голландией не имела выхода к морю и была достаточно бедна поэтому голландия имела выход к морю в голландии никогда вы не встретите ничего подобного хотя я думаю что морских вот таких вот деликатесов там было в сотню раз больше чем во фландрии то есть визуально культура пытается компенсировать то что недостает в реальной жизни и на снейдерсе это просто отчетливейшим образом видно здесь вот мы видим натюрмор с дичью очень часто на его полотнах присутствует вот такой вот лебедь убитый как бы в таких очень красивых извивающихся позах и запомните этого лебедя он еще нам пригодится вот вот еще лебедь еще дичь тоже натюрморт с лебедем и с кабанчиком это опять у нас такая рыбная лавка где всего всего-всего просто полно это еще натюрморт с лебедем да но это все теперь более кровавые картины пойдут да франциска гоя нельзя про него конечно было не сказать хотя тут мясо не животных а человеческая это одна из так называемых черных картин которые гоя написал уже под глубокую старость полностью потеряв слух и переехав в абсолютно удаленный такой деревушку удаленную под мадридом сняв небольшой домик и начав просто рисовать невероятные картины абсолютно никак не укладывающийся в визуальную культуру условно говоря 19 начало 19 века частности вот это очень известная картина сатурн пожирающий своего сына я думаю что но в детстве для меня это было очень страшно вот эта картина еще меня всегда поражала вот эта картина собака где как бы почти все полотно занято такой можно сказать абстрактной живописью сложный с разными оттенками и только одна маленькая голова виднеется из песка или чего-то подобного ну вот здесь едой но тоже очень страшная картина и он исписал ими практически весь дом который и все эти рисунки были обнаружены только через 50 лет после его смерти ну да два старика один как будто не похож на вот теперь хочется поговорить о целом направлении таком которое начинается с 16 века изображение мясных туш часто это не просто натюрморт а вписанная в него какая-то сценка на заднем плане например здесь очень отчетливо здесь очень часто библейского содержания это наверное одна из первых картин такого жанра не очень известного художника питера айртона и здесь как раз вот на заднем плане изображено святое семейство которое подает милостыню ну на символизме не будем тут слишком долго останавливаться скорее для меня тут важна визуальность но если о символизме говорить то переизбыток плотского и на заднем плане что нужно этим этими богатствами делиться простая достаточно мораль они бали карачи мясная лавка здесь тоже но здесь скорее более бытовая сценка потому что скорее просто мясная лавка где продавцы освежевывают тушу яхим бикелар убитая свиньи свинья и здесь вот уже интересно именно вот такой формой то есть как бы немного распятой свиньи и дальше вот например здесь у наверное очень известной картины рембрандта забитый бык она находится в лувре и здесь кстати тоже есть небольшая такая сценка то есть вот эта девушка она выводит как бы изображаемое из категории просто натюрморт в такую некоторую историю ну как часто время брандта было и здесь уже отчетливее этот бык ассоциируется с неким распятием потому что видно палка тут видно что его как бы его ноги по по сторонам раздвигают и под подобно распятию изначально это тоже сам мотив изображения мертвых туш он был связан во многом с натюрмортами ванитас то есть помни о смерти но иногда его художники наделяют религиозным звучанием и ассоциируют бычью тушу конечно бычью тушу с иисусом христом распятым ну вот небольшое подтверждение такое отступление даже не знаю кто это художник но явно художник возрождения здесь изображена тайная вечеря и вот такой не очень аппетитный как бы тушка животного которого если вы помните вот была как бы грааль с рыбой а это подобие этому но только с тушей агнан агнца ягненка художник который уже другого конечно совершенно времени хаим сутин это художник которого часто относят называют художником парижской школы родом он из белоруссии но переехал в париж как раз в такой разгар модернизма и очень часто он любил рисовать своей маленькой мастерской потому что жил он крайне бедно особенно когда приехал в париж вот такие окровавленные туши которые забирал с мясного рынка ну я читал просто рассказы и воспоминания что там же они все жили в таком очень ограниченном пространстве и воня от них распространялась на огромное просто помещение в котором жили все и все знали когда хаим сутин пишет свою бычью тушу и у него их много здесь вот тоже такой некоторый распятый мотив визуально улавливается здесь уже интересно что бычья туша перестает быть похожей на бычью тушу и превращается вот скорее в такое абстрактное пятно для него очень важен был цвет в первую очередь и работа с оттенками красного которые его завораживали вот еще более современный художник фрэнсис бэкон который изобразил позади кардинала бычью тушу такую огромную что тоже можно интересно трактовать интерпретировать в таком сопоставлении официальной религии и вот такого вот натуралистического мяса кардинала он этого очень часто использовал и прототипом его являлся кардинал с картины веласки с портрет папы инакиндия десятого вот сейчас вот он часто он даже есть у фрэнсиса бэкона серия кричащих пап где тоже вот такой вот подобные папы которые кричат и здесь так по-своему интерпретировал этот мотив на первой лекции я говорил что я учился на курсе у михаил шемякина и нельзя было тоже не сказать про своего учителя который следует этой давней традиции у него есть ну было еще в семидесятые годы он сделал во франции такую серию литографии чрева парижа что такое чрево парижа так в париже называют мясной рынок где он часто проводил время зарисовывая как рабочие носят вот эти вот туши быков и его в первую очередь интересовало то как форма как бы сливаясь с человеческим силуэтом приобретает некие такие ну скажем так абстрактные нечеловеческие черты а преобразуясь такое странное пятно вот тоже например вот этот удивительная такая форма и где собственно уже даже в некоторых теряется силуэт образ человека за этим ну да я на прошлой лекции говорил про рене магрита и про то что ему удалось неосознанно в одной своей картине но вот в этой изобразить троицу и как бы совершить невероятное и то что не поддавалось ни одному средневековым художнику так как было немного народу сейчас и тогда поэтому повторюсь нужно было средневековым художником в одном образе совместить идею бога отца которого нельзя было увидеть бога сына который человек и бога святого духа который изображался в виде птицы и здесь мы можем видеть что это прекрасно и неосознанно удалось рене магриту и что еще меня поразило что наверное это один из первых художников кто больше всего изображал рыб на своих картинах то есть в абсолютно разных видах есть вот такие вот мечтательные есть каменные полу люди есть вот такая вот в бусинках есть стоящая с человеком есть вот такая графичная это графика афорт тоже полу женщина полу рыба ну и и тут только наоборот русалка есть вот такая есть вот такой тоже живописный вариант ну а это называется автопортрет вот таким глазом в кусочки мясо вот эта картина которая меня наверное впечатлила свое время больше всего и так наверное я в общем-то узнал о рене магрите когда я ее видел в живую и еще не был так широко как бы в массовой культуре распространен рене магрит но эту я видел в дюссельдорфе и меня конечно вот она своей обыденностью и банальностью такой жутковатой сцены она впечатлила да еще хотелось бы поговорить про оскара рабина который наверное почти что в те же годы но в советском союзе в абсолютно других условиях тоже много писал рыб да еще пару слов про магрита я скажу что наверное все таки я подумал что вот его такая как бы увлеченность рыбой и ну и даже вот таким сюжетом она все таки тоже не случайно потому что по крайней мере описывается один случай как андре бретон встретил ну как андре бретон это главный такой основатель движения сюрреализма в париже и как он встретился с рене магритом нельзя было сказать что рене магрит очень верующий или там какой-то добропорядочный христианин но рене магрит увидел на ой бретон увидел на рене магрите крестик он в ужасе сорвал его потому что сюрреализм как бы абсолютно был против религии любой и высмеивал ее критиковал и в общем-то это был послужило таким поводом что рене магрит всю свою жизнь до конца он открещивался от сюрреализма и не хотел как-то к нему быть причастным вот так поговорим об аскаре рабине но это советский московский нонконформист который сочетал очень часто такие пейзажи в мрачных тонах с реальными объектами но иногда и нарисованными объектами которые как бы реальны и как такая селедка тоже возможно безусловно некий некая отсылка христианскому символу рыбы только вот таких вот советских условиях вот есть даже колбаса он эмигрировал из советского союза еще в 60-х и вот всю наверное большую часть творческой жизни он провел во франции так переходим наверно к более современным формам искусства каролин шниман это одна из главных художниц феминисток шестидесятых семидесятых годов и у нее было в шестьдесят четвертом году такой перформанс можно найти на ютубе небольшое видео пятиминутное буквально где вот мужчины и женщины как бы производит такое некое вакхическое действие в том числе в процессе его там танцуя обнимаясь и поедая сырую курицу колбасу какие-то другие продукты питания вот здесь мы видим что они держат вот сырых курочек герман нитш это один из художников такого направления как венский акционизм на самом деле все что нужно знать про германа нитша вот изображено на этой фотографии в общем куча кровищи просто полные лужи везде кровь 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 это вот он он недавно умер в апреле ему было уже за 80 такой очень знаковый художник и что же он делал ну здесь представлена скорее такая тотальная инсталляция по мотивам его деятельности а главное его деятельность что он организовал такой театр орги и мистерий и производил очень театрализованное действие часто вот в какой-то среде такой повседневной то есть какие-то маленьких городках или на природе и использовал просто невероятное количество крови животных ну и как бы туши тоже использовались вот здесь по моему видно как распинают туши ну то есть они не были прям жестокими в плане какого-то насилия но визуально они были достаточно шокирующими именно из-за обилия крови шанг хуан китайский художник это не самая моя его любимая работа но вот был такой у него перформанс когда он сделал себе такой костюм из настоящего мяса и ходил по нью-йорку это было уже когда он эмигрировал в сша как бы изображая такого некоторого супергероя американского как подобие халка и с другой стороны как он сам говорил так высмеивая несколько культуру распространенную тогда в сша культуру бодибилдерства когда насильно как бы производят такие жесткие манипуляции со своим телом вот это интересный конечно перформанс балканская барокко марина абрамович девяносто седьмого года показанный на венецианском биеннале и за которое марина абрамович получила главный приз золотого льва и который в общем-то принес ей тогда такую всемирную известность я думаю многие про него знают или слышали в чем он заключался она сидела в темном помещении на такой горе из костей кровавых с кусочками мяса и их обмывала водой и старалась их как бы очистить от крови и от мяса и сложить в другую кучу и этот перформанс продолжался четыре дня по семь часов но вот мало кто говорит в контексте этого перформанса что было еще видео на заднем плане что же было на видео на видео здесь представлены ее родители папа и мама которые были такими жесткими и убежденными коммунистами в югославии которые прошли войну и в общем-то хотели воспитать своих детей в такой очень армейской строгости и в том числе и марина абрамович на среднем экране вот здесь мы видим как марина абрамович в белом халате рассказывает такую как бы средство как можно сделать крыса волка кто такой крыса волк крыса волк это такой убийца крыс то есть крысы так такие животные которые никогда не хотят убивать себе подобных даже если они там больны или как бы нужно их для чего-то убить но эффективный способ избавиться от крыс сделать крыса волка как его сделать сначала все отверстия почему я это говорю потому что все таки важно немного для такой метафоричности этого перформанса нужно все отверстия где существуют эти крысы залить водой выловить 40 самцов крыс запереть их в клетки и не кормить потом постепенно так как у них у крысы вырастают клыки и они обязаны их стачивать иначе они умрут постепенно через несколько дней они начинают убивать сначала более слабого потом еще более слабого и так пока не останется один самый самый сильный и тех кто всех убил потом его ослепляют и выпускают ко всем остальным крысам и потом он их всех убивает вот когда это марина абрамович рассказывает она снимает белый халат и начинает танцевать под сербскую народную музыку вот ну как бы война сменяется миром потом все начинается заново первый раз он показывался на венецианской биеннале в девяносто седьмом году вот бельгийский художник ян фабр это кстати выставка которая прошла года четыре или пять назад в пермитаже тоже вызвала жуткий скандал я просто тогда жил в питере и это очень хорошо помню и много раз на ней был вот я вам говорил что запомните лебедя с картин снейдерса и здесь он тоже у нас такой появляется бельгия нынешняя это территория именно фландрии то есть ян фабр он всегда себя как бы чувствует некую связь с великими своими земляками художниками из прошлого в частности с рембрандтом или снейдерсом и здесь как раз это все вот это его скульптура выставлялась в зале снейдерса тут как раз вот смотрите на заднем фоне можно видеть мисс в рыбную лавку снейдерса но тут есть и мясные лавки с дичью так вот такие тоже объекты которые вступали в некоторую взаимосвязь с классическими произведениями вот тушка зайца которую в зубах держит череп или вот тоже наверное многие из вас знают это произведение очень известная демиана херста акула формалини или как она называется физическая невозможность смерти в сознании живущего 91 год одно из самых дорогих произведений искусства ну здесь представлена просто за формалинина и акулов таком большом аквариуме единственное многие его экспонаты портятся и вот это является проблемой для коллекционирования экспонатов вот такой перформанс из 90-х олега кулика многие узнают как человека собаку вошедшего в историю искусств своим перформансом когда он изображал на улице собаку на всех лайла кидался а здесь такая его работа которая называется пятачок раздает подарки в чем она заключалась она была проведена в очень такой пафосной по тем временам и коммерческой галерее реджина и в этой галерее собственно был мясник был поросенок и он разделал этого поросенка на много много мелких частей и и эти части раздавал пришедшим зрителям в очень коммерческой пафосной галереи вот да это уже такая более современная работа очень приятно про нее говорить потому что это сделала моя подруга настя зиборова которая с некоторых пор еще работает в этой библиотеке эта работа называется карп свежий 249 мне очень нравится описание работы на следующий день рыбы не было в ассортименте на следующий день был самый свежий карп в чем же она заключается вот здесь представлен аквариум в котором как бы плавают рыбки на самом деле рыбки отражаются из видео которое показывается сзади и видео это из аквариума супермаркете есть еще наушники которые в которых есть звук типичный звук в супермаркете то есть с такой музычкой или какими-то объявлениями вот так ну и последнее наверное по традиции и скромности придется закончить свои работы ну просто потому что она очень подходит когда же если не сейчас показывать называется это фото проект называется другая сторона здесь представлена одна из фотографий и в чем же он заключается я фотографировал обратную сторону витрины в кулинарной лавке так что отражаемые в ней продукты и блюда они невероятным образом трансформируются искажаются и не производят уже такого как бы аппетитного впечатления скорее в лучшем случае это походит на какую-то абстракцию условно говоря но эффект который производит другая сторона витрины то есть манящий который хочет чтобы человек покупатель купил это такого уже нет и это за счет того что витрины делаются с таким изгибом но меня привлекла именно такая как бы концептуальная составляющая этого в том числе и визуальное тоже и здесь вот несколько покажу но вот эта рыбка все спасибо и и Продолжение следует...